Библейский портал экзегет.ру представляет Это можно часто услышать от христиан, но вы, как община, должны изгонять из своей среды тех, кто, называя себя братом, живет абсолютно по-язычески. То есть этого лицемерия быть не должно. А в шестой главе он продолжает тему отношений внутри общины. Что такое община? Я напомню, что Каринфская община, собственно, Павлом и основана, он проповедовал в Каринфе, и он в каком-то смысле духовный руководитель этой общины, даже когда он в ней не находится. Пишет он, вероятно, из Эфеса, другого города через Эгейское море. Шестая глава. Если кто из вас, что имеет против другого, как смеет он выносить дело на суд нечестивых, а не святых? Ну, то есть обращаться в обычный суд. В Римской империи было хорошее судопроизводство, все это было легко сделать, но вот зачем ты идешь к внешним, когда есть святые, то есть, собственно, христианская община, может она вынести все решения? Разве не знаете, что святым, то есть христианское общение, надлежит судить мир? А если вам подсуден весь мир, неужели вы не достойны быть судьями в мелких делах? Разве не знаете, что мы будем судить и ангелов, что говорить о житейском? Такая интересная деталь, что, оказывается, христиане даже ангелов будут судить. Вот нигде, пожалуй, это не встречается. Но понятно, что если они есть избранный божий народ, то, собственно, они являют действия Бога в этом мире. И в том числе, может быть, и суд над ангелами, почему нет? А вы в житейских тяжбах избираете таких судей, которые для церкви ничего не значат. Хочу вас пристыдить. Неужели нет среди вас никого, кто был бы мудрый, мог рассудить между собратьями? А то ведь брат судится с братом, и при том у неверных, да? А, соответственно, у язычников, вот брат с братом, два христианина и отношения братья. Не просто термин такое слово. Но в семье ведь братья не будут судиться вовне, они на семейном уровне постараются эти вещи выяснить. Ну, как правило, если это вообще семья, если она не распалась. Уже то, что вы судитесь друг с другом, ваше поражение. Может, лучше стерпеть обиду, может, лучше понести ущерб. То есть, что такое суд? Я считаю, мне нанесли, ну, в гражданском судопроизводстве, мне нанесли какой-то ущерб. Там, не знаю, машину помяли, украли там что-то. Я обращаюсь в суд с тем, чтобы вернуть этот ущерб. Так может, лучше потерпеть, он говорит, если вы между собой, если это между своими, понести ущерб. А вы и сами обижаете, и наносите ущерб, и при том братьям. То есть, оказывается, кто-то еще и других угнетает. Разве не знаете, что нечестивые царство Божие не наследуют? Не обманывайте себя ни блудники, ни идолопоклонники, ни развратники, ни мужеложники, будь они сверху или снизу. Там в оригинале два слова, которые обозначают, соответственно, две позиции. Ни воры, ни стяжатели, ни пьяницы, ни клеветники, ни грабители царства Божие не наследуют. Длинный список, из которого, кстати, очень часто выцепляют отдельно мужеложников, не замечают, что, например, развратники, вполне традиционно занимающиеся развратом, идолопоклонники, воры, стяжатели, пьяницы, клеветники идут в одном и том же списке. Да, то есть, ну вообще все те, кто живут недостойно. Вот все эти люди царство Божие не наследуют. Да и среди вас были точно такие же, но теперь вы омыты и приняты, как святые и праведные во имя Господа Иисуса Христа в духе Бога нашего. Вот, собственно, выход. Не то, что человек, который допустил нечто подобное, никогда не наследует царство Божие, но вы были такими же, многие из вас, просто вы изменились, нужно от этого отказаться. И дальше он дает очень интересный принцип. Все мне позволено, но не все полезно. Как они скажут, давай нам список того, что запрещено. Да все позволено. Можно все, но не все полезно. Да, все мне позволено, но ничто не должно мне обладать. Пища для желудка и желудок для пищи, но Бог и то, и другое уничтожит. Очень часто христиане выясняют, что можно есть, что можно пить, как можно заниматься чем-то еще. Так вот, это все временное. Все, что съешь, попадает в желудок, и вместе с желудком однажды будет уничтожено. И тело не для блуда, а для Господа, как и Господь для тела. А Бог и Господа воскресил, и нас воскресит своей силой. Ну, вот, соответственно, принцип, что тело, с одной стороны, смертно, с другой стороны, когда оно вступает в блуд, то мы оскверняем то, что принадлежит Богу. Не просто это плохо, да, вот это его вообще-то. Наше тело – это его. И вот мы это оскверняем. Но он когда-то нас воскресит, и, собственно, это и служит основанием говорить, что тело ему принадлежит. Разве не знаете, что ваши тела – части тела Христова? То есть, тело Христова понимается как церковь, и тело каждого конкретного христианина – часть этого тела. Отняв у Христа часть тела, присоединить ли его к телу блудница? Да не будет. Разве не знаете, кто соединился с блудницей и стал с ней одним телом, по сказанному, двое станут одной плотью? Цитата из книги «Бытия», конечно. А тот, кто соединился с Господом, един с ним в духе. Вот простой принцип. Соединяясь с Господом, человек уже не может распоряжаться своим телом, как некой своей такой собственностью, как вот чем-то таким, что для своего удовольствия он использует. Поэтому, снова он об этом говорит, избегайте блуда. Всякий грех, который совершает человек, происходит вне его тела. Ну, допустим, украл, вот взял там руками что-то, там оскорбил кого-то, кому-то нанес оскорбление, а блудник грешит против собственного тела. То есть, он украл, ущерб нанес тому, там оскорбил, ущерб нанес этому, а тут наносишь ущерб собственному телу. Разве не знаете, что ваши тела – храм, обитающий у вас Святого Духа, данного вам от Бога? Вы уже не себе принадлежите, ведь вы куплены за великую цену. Имеется в виду искупление, которое совершил Христос на кресте, и, соответственно, наши тела – его собственность. Так прославьте Бога в собственном теле, и собственным духом то и другое Божье. Вот важнейший принцип, да, мы говорим там мораль, нравственность, но это все проистекает из одного принципа. Христианин – это Божий человек, человек, который принадлежит Богу. Поэтому осквернять божественное, вот пойти там в храм, как будто гадость сделать, да, там что-то нехорошее в храме, это, наверное, мало кто захочет. А свое собственное тело осквернить – да, оно же мое, я же им распоряжаюсь. Нет, это абсолютно одно и то же. И то, и другое святыня, и то, и другое принадлежит Богу, поэтому, если ты это делаешь, ты, прежде всего, Богу наносишь ущерб. Но блуд – это то, что человек в своем теле совершает, а не где-то на стороне. А в следующей седьмой главе Павел будет подробно разбирать, каковы же принципы брака в христианской общине.